Спасибо большое. Я очень рада вас приветствовать. Я сидела и думала, как это сказать так, чтобы красиво, да? Сказать традиционно, что я очень рада вас видеть, особенно в субботний вечер вот этот, потому что не каждый может, и может быть не каждый хочет приходить на это служение после трудовой недели. Но вы пришли, и это говорит о многом. Я скажу вам больше. Я с вами с некоторыми знакома, как знакома, по вашей трансляции, потому что, зная, что я когда-то к вам приеду, я просматривала вашу трансляцию в пятницу, я даже могу сказать, что проповедовал последние месяцы, о чем вы говорили в субботу. Почему я это делала? Я хотела вас знать. Я хотела знать вас, и хотя бы, когда приеду, иметь представление вообще, куда я еду, с какими людьми я встречусь, и что как бы немножко, так сказать, предположить, что меня может ждать впереди. Ну и, конечно, я когда брат предложил сказать мне, профит, я думала, думаю, ну о чем говорить с людьми, которых практически ты не знаешь раз, и когда ты встречаешься первый раз. Если говорить уже сразу какие-то такие наставления в той или иной сфере жизни, вроде бы как мне это еще не подходит, потому как я вас не знаю и как бы не имею еще права что-то там говорить. Поэтому самая такая тема замечательная, и всегда вовремя, и от нее никогда не устаешь, и она всегда вдохновляет. Вот эта тема, которая, она будет всю вечность. Как вы думаете, что за тема? Это любовь. Это действительно так. Потому что, знаете, когда ты размышляешь о любви и задаешь себе вопрос, вообще ты понимаешь, что это такое любовь, или ты не понимаешь, что такое любовь? Я вот просто, вы могли бы дать характеристику любви? Вот что бы вы могли сказать? Вот вас спросили, скажи, как ты понимаешь, что такое любовь? Что бы вы ответили на это? Самопожертвование. Положительные эмоции. Положительные эмоции. Потому что само слово «любовь», оно как бы никакого отрицания, правда? Оно как-то так хорошо тебе от этого всего, ты чувствуешь себя замечательно. Хотя где-то там просматривается какая-то боль и какие-то переживания, потому что с любовью всегда связаны не только хорошие чувства, но и какая-то боль, переживания. Вот я специально зашла в Википедию и хочу вам зачитать, что там она говорит нам о любви. Вот просто интересно. Как нам пытаются объяснить, что такое любовь? Вот послушайте. Любовь — это чувство самоотверженной сердечной привязанности. Ну, это может быть там к родине, к семье объясняют, они тут к музыке, например, или чего-то другому. В другом месте говорится, что любовь — это чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту. Чувство глубочайшей симпатии. Любовь включает в себя ряд сильных, позитивных, эмоциональных, психологического состояния и от самой возвышенности добродетелек до самого простого удовольствия. Ну, такое объяснение. Ну, когда я читала вот эти все объяснения, у меня такое было впечатление, что вот тот, который составлял это объяснение, у него просто слов не хватало, чтобы сказать точно, что такое любовь. И как она вообще, ну, как нам её понимать, принимать, отдавать. И это нормально, что он не мог сказать, потому что для того, чтобы знать, что такое любовь, нужно, чтобы она в тебе жила, чтобы ты в ней дышал, ты в ней был движим. Вот даже греки, вы знаете, они разделили любовь на четыре части. Я думаю, вы об этом знаете, да? На четыре части. Почему-то так они решили, что вот так им будет проще с любовью разбираться. Они решили, что вот стронг — это будет такая родственная, семейная любовь, потом филио — это будет дружественная любовь, потом эра — это романтическая любовь. И агапа — это жертвенная, безусловная любовь. Ну вот на такие четыре части. Но мы сегодня с вами поговорим об этой любви и посмотрим, просто проанализируя себя, насколько я обладаю, может быть, каким-то одним видом этой любви, а может быть, у меня полнота есть. Вот как это проверить? Для начала приглашаю вас разобраться, откуда вообще взялась эта любовь. Я приглашаю вас открыть, нам будут высвечивать на экране, да, стихи? Приглашаю вам открыть первое послание Иоанна с четвертой главы, с седьмой стих и восьмой стих. Если это возможно, нет, то будем читать Священное Писание, не проблема. Значит, повторюсь, первое Иоанна, четвертая глава, седьмой и восьмой текст. Оказывается, у нее есть происхождение. Вот в самой любви есть происхождение. Она откуда-то взялась, не просто так, а она имеет какие-то свои корни. И Писание нам четко говорит, откуда же взялась эта любовь. Да, первая Иоанна, четвертая глава, седьмой и восьмой стих. Я буду видеть на том экране небольшой. Не буду, да? Хорошо, тогда я буду читать Священное Писание. Четвертая глава. Значит, четвертая глава. И мы читаем с вами седьмой и восьмой текст. Итак, первая Иоанна. Сама нашла. Кто-то уже может видеть, кто может и читать вслух. Кто-то я видела это, слышала это. Итак, четвертая глава первого Иоанна, седьмого стиха. Давайте почитаем. Возлюбленные. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Оказывается, у нее есть начало. Она откуда-то пришла к нам. Получается, что, и дальше мы читаем с вами. Потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Дальше, кто не любит Бога, тот не познал Бога, потому что Бог есть что? Кто? Есть любовь. То есть, оказывается, у любви вообще не земное происхождение. Она небесная. Она пришла к нам. Она, как бы сказать, ну, сама по себе не появилась. И так как мы читаем, что Бог есть любовь, и когда мы вспоминаем, что Бог творил эту вселенную, этот мир, то мы можем сказать и понять, когда Адам открыл глаза и посмотрел на все вокруг, особенно на жену, на Еву, да? И как многие богословы объясняют, что он не просто сказал, ах, он сказал, о, она настолько была прекрасна, что у него даже, можно сказать, слов не хватило, чтобы это все описать. Получается, что когда Бог есть любовь, сущность Бога — любовь, поэтому творил он тоже, по сути, все, весь мир — это, можно было сказать, любовь. От маленькой букашки до большой вселенной — это была любовь. И хорошо ему там жилось. Вы представьте себе, что мы находимся просто, уберите грех с земли. Вот его не существует. Когда убрать грех с земли, остается только добро. Только радость, мир, и мы будем являться благословением друг для друга. Вот так жил Адам и Ева в Адамском саду. Получается, что так как любовь имеет небесное происхождение, и написано, что оно цельное, Бог есть любовь. Когда мы читаем «Бог есть любовь», там не написано, что есть любовь родственная, есть любовь там и такая, такая, такая. И потом уже четвертое, как Агапа и так далее. В Божьем понятии это вообще не существует. Не существует разделения на четыре части. У Бога есть полнота любви. Написано, что Бог есть любовь. Получается, что когда он есть любовь, и когда человек приходит к Богу, и он становится, и Дух Святой входит в человека, он получает это, по крайней мере, должен получить, если он на самом деле является тем, чем он должен быть, он должен получить эту полноту любви. Он должен получить. И не разделять. Знаете, в чем вообще проблемы произошли? Кому это выгодно, чтобы разделялась любовь? Я думаю, вы догадываетесь. На этой земле еще есть один так называемый, ну скажем, такое существо, которое Бог создал, и которое выбрало другой путь, не Бога. И который, он все время хочет разделять. Есть такое, как бы, выражение. Разделяй что? И властвуй. И вот он начал делить эту любовь на семейную, на эротическую, на дружбу, и потом уже где-то на божественную. И отсюда у нас пошли проблемы, потому что, когда люди женятся, и источником не является любовь, которая есть одна, Божья любовь, остается только любовь, оторванная часть любви, скажем так, какая-то часть, которая оторвана от Бога. Откуда разводы, друзья мои? Почему семья, которая, друзья, люди, которые так любили друг друга, которые поженились, у которых дети, и они разводятся? Почему? В чем проблема вообще? Почему жена и муж, которые так любили друг друга и получали друг другу, приносили удовольствие, почему это перестает действовать? Почему друзья не могут, друзья, которые дружили много лет, перестают дружить и не могут простить друг другу многие-многие годы до конца своих дней? Почему? В чём проблема? Друзья мои, это всё просто. Когда мы берём это, называем любовью, без основы, без источника любви, без Бога, это всё, знаете, как написано в Писании, что Сатана просил, чтобы я, Пётр, Сатана просил, чтобы я сел вас, как пшеницу. То есть, когда мы рассеваем это Божье понятие в той или иной сфере, неважно в какой, но если оно Божье, цельное, оно и должно быть Божье, цельное. Потому что Бог — источник любви, который дал всё. И когда он даёт любовь человеку, он даёт всё. Когда он создаёт семью, там, какая семья без дружбы, скажите мне? Ну какая семья без эротической любви? Ну какая? Ну какая семья, если люди не любят своих детей, не идут с удовольствием домой, если за основу семьи не взят Бог? Вот какая это семья? Когда родителям некогда, даже верующим, собрать свою семью вечером, собрать вокруг семейного алтаря, поблагодарить Бога, что мы прожили? Прожили. Многие уже не дожили, а мы прожили. И мы не просто прожили, мы имели благословение, мы имели друзей, мы имели пищу, мы имели всё. В другой стране, где идут войны, такого люди не имеют. Но я вам скажу больше, они там живут и так умудряются радоваться жизни. Понимаете? Где-то рвутся снаряды, и когда они, когда ты звонишь, они говорят, да, я говорю, стреляют, да, стреляют. Но уже как-то так это говорят, стреляют. Будто и не стреляют. Я спрашиваю, как служение? Говорят, служение у нас железное, у нас ничего не изменилось. Работают все группы домашние, а это каждый день. Работают все служения, пятница, среда, суббота, утром и вечером. Работают все молитвные группы в 6 утра и в 5 часов вечера. Всё работает. Хотя вокруг идёт война. Хотя выключают свет. Хотя нельзя отопить пол, хотя не включаются кондиционеры, потому что холодно в молитвном доме. Но, как и раньше, они поют. Трепение первой части, трепение второй — это минимум, когда поют молодёжь и дети. То есть в Боге, когда у тебя есть любовь, понимаете, вот эта цельная любовь, она главная, она держит всё. Вот Божья любовь, она держит всё. Она в себе сохраняет церковь. Вот когда приходишь в церковь и входишь в неё, ты сразу чувствуешь дух. Вот ты сразу чувствуешь дух. Не надо много говорить, как эта церковь живёт и насколько мне есть разделение или мне нет разделения, есть проблемы, нет проблем. Я скажу вам больше, нет церкви, в которой нет проблем. Потому что там, где люди, там что? Там проблемы, друзья мои. Но проблема, проблема — это рознь. Знаете, это как закон Божий Давид нарушал, помните, или там кто-то другой. Вот он... В чём была сила Давида? Мы можем сказать, что он был и убийца. Был убийца? Был убийца. Прелюбодей был? Был. Что мы там ещё ему вспомним? Какие грехи? Ну, много было грехов. Обман был? Был. Много было, но у него одного не было. Никогда. Он никогда не был идолопоклонником. Он всегда имел живого Бога, за Бога. Он не менял Бога. Он ошибался, он падал, но с Божьей помощью подымался. Но он никогда не менял Бога. Он всегда верил в одного Бога. Точно так же церковь. Если церковь держит любовь в Божий, церковь, да, и если церковь, она основана на Божьей любви, и в ней есть Святой Дух, у нас будут ошибки. Кто-то чем-то доволен, недоволен, так далее, так далее. Но это всё решаемо, друзья мои. По мере возрастания в Духе, по мере возрастания с дня на день, Бог будет это очищать. Оно потихоньку будет уходить, если мы будем, конечно, пребывать в слове, в молитве и так далее. Но вот любовь к Богу и то, что у нас не будет идолопоклонства, это самое главное. Потому что в этом сокрыта Божья любовь. Вы знаете, в чём вообще-то страх вот такой любви, которая разделяется, которая разделяется. Мы можем вспомнить библейских героев, которые нам, Писание много говорит об этих библейских героях. Ошибки вот эти, которые допускали родители в Библии, когда воспитывали детей, вроде хотели как хорошо, оно не всегда получалось хорошо. Хотя в Библии они перечисляются, как герои веры, эти люди, и они будут царствием Божиим. Но у них было много ошибок в воспитании детей. Если возьмёте даже Давида, например, у него было очень много ошибок в воспитании детей. Получается, что он как бы по-разному любил их. Когда сын приглашает его, отец, приди ко мне, приедь, потому что я собираю всю семью, у меня праздник семейный, приедь. Давид что ему говорит? Извини, а он говорит, я не могу, у меня я занят, я очень занят. Может быть, если бы он там был, может быть, этой беды не произошло, которая произошла между братьями, что один брат убил другого брата. Другие моменты, когда сыновья его делали себе колесницы, когда они... Отец не задавал вопроса, сынок, а зачем ты это делаешь? Зачем тебе колесницы? В моём царстве всё, что хочешь делать. Ну, это была золотая молодёжь. Почему не позволить царскому сыну себе там создать войско, какую-то колесницу и так далее? Отец не задавал лишних вопросов. И много-много других моментов, которые мы можем найти у Давида при воспитании своих детей. Потом, конечно, всё, эти беды, они все вернулись к нему. И практически он страдал за эти беды, за эти ошибки до конца своих дней. Разные моменты мы можем вспомнить, когда мы помним с вами Авесолома. Смотрите, какая сильная такая, скажем, родственная любовь. Когда он, сын, гонит отца, идёт войной, на отца отец говорит, «Только его не убивайте. Только его не убивайте». И когда его убили, как чувствовал себя отец? Отец себя чувствовал, и он говорил, «О, Авесолом, Авесолом, кто бы мне дал умереть вместо тебя?» Это 18 глава, получается, у нас, да? Второй царь. Поэтому и много привести можно примеров такой любви, как бы, скажем, разделённой от Бога. Почему человек, он отделяется от центральной любви Бога и делает ошибки, и спотыкается? Смотрите, идёт царь, идёт войско на войну. Да, вот идёт, мы читаем это в 18 главе, мы читаем, он идёт на войну. Приходит на войну, значит, а идут на войне, а ему, его подопечные говорят, «Царь, послушай, тебе туда ходить нельзя». Потому что, если нас убьют, то уже убьют. Но если они увидят там тебя, они погонятся за тобой и могут тебя убить. А мы не хотим этого. И вот эта любовь подчинённых к своему царю, это как раз такая любовь, скажем так, ну, как мы можем её звать? Это любовь Агапы, которая, жертвенная любовь, которая хочет защитить своего царя. Что делает в это время царь? Всё просто. Они говорят, ты будешь нам помогать с места. Царь, когда все ушли на войну, он себя покушал вкусненько, да? И вышел куда там, вышел? На крышу, да? И увидел кого-то, увидел женщину красивую. И подумал, ммм, красивая женщина, я царь, и мне всё можно. И в этот момент разделяется любовь. Центральная Божья любовь, она вырывается кусочек у этого Давида, извините, вырывается вот это, как-то разделилась она с Богом. И человек пришёл ко греху. Один грех приводит к другому греху, потому что сначала чужая жена, потом убийство мужа, потом обман, потом далее, далее, далее. И вообще пошёл целый клубок, пока не появился пророк. В чём опасность, друзья мои, и как понять, есть ли во мне вообще-то Божья любовь? Как вы оцениваете себя? Как вы думаете, есть ли у вас Божья любовь? Вот как вы это решаете? У меня есть Божья любовь или нет Божьей любви? Или какая во мне любовь? Вот, например, к супруге, мужу, детям, какую я имею любовь? Как вы думаете? Смотрите, когда мы читаем своё описание, 138-й Псалом, 23-й стих, 24-й, там Господь говорит, там Давид говорит, Господи, испытай меня, можно высветить, да? Почему он так просит? Как вы думаете, почему он просит? Вы когда-нибудь просили у Бога, вот испытай меня, Боже. Вот мне было страшно всегда это просить, я вам честно скажу. Мне было страшно, потому что ты не знаешь, что Бог придумает для тебя. Это когда мы просим, вот мы сейчас просили, да, и говорим, Боже, пожалуйста, приведи там покаяние родственников, там, например, друзей и так далее, и так далее. Вот мы просим, и вот пришла война. Пришла война, и стали гибнуть люди. Но многие стали идти к Богу, и люди стали принимать крещение. И мы в это время опять стоим и молимся, и говорим, Господи, пожалуйста, прекрати эту войну, потому что при этой войне гибнут люди. Бог говорит, я не могу, я, говорит, не могу понять вас, людей. То вы стоите, стоите годами, просите приведить к покаянию. Я все делаю, чтобы их привести. Я их любил, я их благословлял, я все им давал. Остался еще один момент, страх. Для этого нужна война, чтобы спасти тех, о ком вы просите. Вы опять ко мне обращались и говорите, прекрати теперь войну. И Бог говорит, да ты определись, тебе что надо. Чтобы твои родные пришли к Богу, что тебе вообще надо? Да? Если ты любишь, что тебе надо? Чтобы они были в вечности? Чтобы они были спасены? Или чтобы прекратилось все то, что ты... Ты ведь просишь, сам не знаешь, что просишь. Поэтому, когда мы что-то просим, мы должны думать, мы не знаем, как Бог будет действовать. Какими путями достучаться к человеку и так далее. Так как у нас с любовью? Какую любовь мы имеем? Как вы думаете, друг от друга вы имеете любовь? Чуть-чуть. А в чем она выражается? Ну почему чуть-чуть? Ну, как вы понимаете любовь? Это обниматься, целоваться, говорить красиво. Ну как это любовь? Божья вообще. Как она действует в человеке? Как? Служить друг другу. Служить друг другу, да? Служить друг другу. Еще как кто понимает? А ты слышишь, что если человеку в ближайшее жизнь даешь, такому любви послужить друг другу, когда ты свою жизнь даешь для любви? То есть нет больше и той любви, как если бы кто положил, это Иоанн Георгиевна, 15, 2, 13 стих, положил душу свою за друзей своих, да? Ну, это хорошо так говорить, но когда приходит момент, что нужно положить, смотрите, никто не знает, как ты поступишь. Иногда спрашивают, а вот как бы ты поступил, вот ты бы, вот ты бы вот это сделала, ты бы отдала бы свою жизнь за человека? Я говорю, я не знаю. Пока ты это не, пока это к тебе не придет, пока ты это не переживешь, ты, может, сегодня герой, потому что тебе ничего не угрожает. Знаете, когда мы пришли к Богу, это было 30 с лишним лет назад, и мы читали эти все пророчества, которые сейчас прямо вживую все это исполняется, и когда мы читали, мы понимали, будут войны, голод, мор и так далее, и так далее, и у меня, душе тешило меня одно, я думаю, это будет, но не со мной, это не будет в мое время, я уже умру, пока это все будет, и честно говоря, мне это тешило, что я к этому не буду иметь никакого отношения, но пришло время, и это имеет прямое отношение, и ко мне, и к вам, и может быть, вы здесь не так чувствуете, но вот нам, откуда мы приехали, это все чувствуется, и мы это пережили, и мы это переживаем, и еще есть люди, которые являются и участниками, и мы с вами являемся участниками этого пророчества, поэтому вот сегодня, когда мы говорим о любви, мы стесняемся говорить о любви, мы не можем сказать друг другу, я тебя люблю, вот сегодня, когда сестра просила молиться за всех, и за пастыря, в том числе, она не сказала, мы любим пастыря, этих слов не прозвучало, правда, но когда она попросила молиться, о чем это говорила? Ну, о чем это говорила? Что любим, то есть вы любите своего пастыря, потому что вы хотите, чтобы он как бы был благословен, и чтобы все у него было хорошо, и у него, и у ее семьи, так выражается любовь, не всегда нужно говорить, я тебя люблю, потому что иногда поступки говорят больше, чем говорят слова, но это не касается семьи, вот семьи это не касается, в семье эти слова, они должны быть постоянны, потому что не так, как вначале, когда поженились, он сказал, я тебя люблю, и она, потом через 30 лет, еще раз сказал, да, женщине надо это слушать постоянно, она должна быть уверена, что ее любят, и она любима, и тогда мужчина будет получать отдачу, муж будет получать отдачу, а никому не секрет, что счастье семьи зависит практически, но давайте так по большому счету, если мама любит, ты в хорошем настроении, да, если мама любит, ты в хорошем настроении, всем хорошо, потому что она встречает мужа, дети приходят, а как только мама в плохом настроении, то что? Плохо всем, плохо всем, потому что от мамы, оно все начинается, понимаете, да, и поэтому, почему нас учат в семинарах, разники и так далее, как же она должна, как она не должна, мужа учат, как он должен, как не должен, но вообще-то это все в Писании есть, друзья мои, если мы читаем священное Писание, и когда мы встретились с Иисусом, а Он есть сам, любовь, Бог есть любовь, и когда мы эту любовь получаем, мы не можем не любить, мы можем на какое-то время, может быть, осерчать немножко, мы, может быть, расстроиться можем, но не любить мы не можем, потому что, имея Бога, который сам любовь, Он вообще не умеет не любить, Он не знает, как это не любить, потому что Он сам сущность, любовь, если я имею эту любовь, понимаете, я не могу не любить, и мне все равно, какой ты молодой, старый, там, средний, и мне все равно, ты просто человек, ты просто творение Божие, знаете, я в свое время не переносила алкоголь, я его практически никогда не употребляла, и так как в моей жизни мне приходилось переживать проблемные такие моменты, воздействия, связанные с алкоголем, я его органически не переносила, не то чтобы, когда человек даже выпивал пиво, я себя уже не контролировала, мне было достаточно просто пройти мимо, чуть услышать запах, и контроля никого не было, пока не пришла к Богу, когда я пришла к Богу, знаете, Он меня научил всему, Он научил любить, потому что, когда Он входит в твою жизнь, в тебя входит, понимаете, да, и ты смотришь и думаешь, а в чём Он виноват, собственно, этот человек, который вот пьёт, но ведь Он почему-то это делает, ну почему Он это делает, у Него какая-то проблема, Он что-то хочет закрыть, заглушить, забыть, понимаете, я Вам скажу, что я на мужа посмотрела через 10 лет совместной жизни совершенно другими глазами, потому что всё было не так, не так ходит, не так сидит, не так стоит, не так, всё не так, пока Бог не открыл Писание, не сказал мне, послушай, а ну-ка ты вытяни бревно со своего глаза, а потом поймёшь, как вытянуть сучок из глаза мужа. И вы знаете, что оказалось, что там такое бревно мощное. И я себе задала вопрос, боже мой, как он 10 лет со мной прожил? Это ж немыслимо, с таким существом прожить 10 лет. И потом хорошие стороны, я думаю, как, как можно не замечать, всё, что лучшее было на земле, ты получила. Самого лучшего мужа, которого можно было тебе дать, ты получила. И пошли плюсы. И знаете, когда я помню, после этих откровений, когда я объезжала в собрание, потому что он ещё не ходил, а он всегда встречал меня на мостике. Знаете, у нас такой мостик был возле дома. И когда меня долго не было, он туда выходил, меня встречал. И эта картина запечатлелась для меня на всю мою жизнь. И вот он идёт так, с горы вниз, а я иду навстречу. И вы понимаете, я вижу совершенно нового человека. Абсолютно нового человека. И я себе думаю, Боже мой, я никогда, я никогда не слышала брани в своём доме. Мои дети не знали, что такое, когда, ну, родители там матерятся, ещё что-то в этом роде. Да бы никогда не было в моей семье. Если что-то было, то скорее она от меня могла что-то исходить, но не от него. И много, 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 и вот он идёт меня встречать, а ещё скажу по секрету. Когда я в собрании, а у него же шанс, а он кафе, он себе там причастывся, так сказать, и вот он встречает, да, а я уже этого не вижу. А я уже этого не вижу. Потому что оказалось, что во мне намного хуже, чем то, что в нём. И Бог преобразил, и Бог научил ходить, и Бог научил ценить, потому что Он вошёл в тебя. Я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание на этот стих 15 главы Иоанна, 13 стих. Высветите, пожалуйста, его на экран, потому что это очень важный стих. Мне бы хотелось, чтобы мы немножко над ним поразмышляли. 15 глава, 13 текст, по-моему, да. Когда-то в своё время, когда я читала священное писание, было это, ну, уже годы прошли, и у нас было образовано много малых групп. Где-то, ну, так как мы жили в селе, у нас было село небольшое, у нас было 6 домашних церков, и мы посещали регулярно. И я проводила тоже домашнюю церковь, и, как правило, когда ты готовишься перед этим, что ты будешь говорить, и так далее, и так далее. И ещё у меня была передвижная библиотека. У нас у всех была передвижная библиотека, в которой мы брали большую сумку, много литературы, потому что на группу приходили разные люди, и члены церкви, и не члены церкви, и мы просто меняли им раз в неделю эту литературу, чтобы они могли читать. Это была глубокая осень, и в тот день было как-то дождливо очень сильно. И вот я села читать как раз вот эту главу, 15 главу. А вы знаете, как Бог говорит? Когда Он тебе говорит, то это Он говорит только тебе. Можно читать вместе 10, 20, 30 человек, но поймёшь только ты, что Он тебе говорит, когда ты понимаешь Его голос. И вот я читаю эту 15 главу, читаю, читаю, всё красиво, очень красивая глава, и перехожу к 13 стиху. И написано, нет больше той любви, как если бы кто положил душу свою за друзей своих. И у меня возник вопрос о самой себе. Ну, я думаю, а как вот у меня с любовью вообще дело обстоит? И я молюсь, говорю, господи, вот мне интересно, могла бы я положить душу вот за ближнего своего? Я бы хотела иметь такую сильную любовь, которая бы вот не раздумывая, просто шла в огонь, в воду, если это надо будет брату или сестре. Я вот так помолилась, взяла, вечер был, я сумку через плечо взяла, были резиновые сапоги, длинное серое такое пальто, и пошла. Это надо было идти через, прочти через всё село. Мы провели там группу, а знаете, на улице такое, как погода такая интересная. Редко она у нас такая бывала, но на тот момент была такая. Очень сильно, сильный ветер, листьев на деревьях уже нет. Прошёл дождь, центр села, получается, освещается. И когда я возвращалась назад, навстречу мне шла другая сестра. И мы с этой сестрой переговорили, она у нас хромала на ножку, она была преподаватель математики, и мы переговорили, помолились с ней и разошлись. И да что такое, знаете, такой ветер со свистом, деревья так ложат, как бы, ну как в кино, в фильме ужасов. Я себе иду домой, и вдруг такое желание у меня повернуться назад. Я поворачиваюсь назад и вижу такую картину, что так как мы стояли, как бы получается, на перекрёстке, и она пошла прямо, я прямо с этой стороны, выходит мужчина. Выходит мужчина, и он идёт за ней. Мне показалось, что я этого мужчину даже узнала, но это было уже далековато. Я так подумала, парень хороший, ну что мне переживать, все свои люди. И пошла дальше. Опускаясь вниз, я слышу крик, вот просто такой, с ветром смешанный крик. Кто-то как бы зовёт меня. Я думаю, ну вот это молодёжь, для них вообще никакой плохой погоды нет. Они тебе в плохую погоду будут баловаться и визжать, кричать. Но потом желание повернуться. Я поворачиваюсь, когда я посмотрела первый раз, я увидела так, как она хромала, что я увидела, что он идёт, он высокий, такой большой, а она как бы вот так вот наклоняясь, идёт, я её вижу, как она впереди него идёт. Но когда я повернулась второй раз, я уже не увидела её. То есть я вижу, что уже стоит как бы один человек, идёт или стоит, я так и не поняла. И я слышу крик, я слышу крик, Галя. И знаете, в этот момент всё отключается, всё отключается, ты не понимаешь, как ты делаешь, и я бегу. Уже потом я анализировала и думала, ну вот зачем я тащила эту тяжёлую сумку? Ну неужели нельзя было её бросить? Ну в этот момент ты тащишь сумку, ты бежишь в этом длинном пальто, и ты бежишь, а я вижу, он её держит. Знаете, я подбегаю и кричу, я уже бегу, я бегу. Я бегу, остаётся метров пять, а он её держит. Понимаете? И буквально где-то метра три, и он её бросает и уходит. И убегает прямо, убегает вот так в сторону. Я подбегаю к ней и говорю, что случилось? Она говорит, слушай, какой-то мужчина вообще не наш, я его не знаю. Говорит, достал ножик, приставил ко мне и говорит, идём со мной. А я говорит, я не хочу, но я сказала, идём со мной. Я, говорит, стала кричать, Галя! А потом поняла, что надо кричать, господи! Что ещё Галя-то кричу? Надо господи кричать! И когда мы же, я уже забрала её с собой, повела, мы вернулись обратно. Потом на другой день уже мы помолились, потом мы подождали немного, я провела её домой уже, аж до места, уже мы её не видели. Потом только на утро, когда я пришла в магазин, я слышу, значит, разговоры. А, мы ещё встретили одну девушку, и мы ей говорим, ты не ходи туда, потому что там какой-то ненормальный, у тебя будут проблемы. Она была такая уже, скажем так, в таком лёгком, весёлом духе, и она ушла. Потом мы слышим, что он догонял её, и она успела закрыться в квартире, убежать в квартиру. И уже в магазин пришла, и слышу, вы слышали, как, знаете, а вы слышали, как изнасиловали вчера эту женщину? А как то, а как то? А я стою рядом, я говорю, друзья мои, никто никого не изнасиловал. Но вы знаете, я скажу вам больше, когда я её провела, всегда была спокойна вся эта ситуация. Я пришла домой, но когда я пришла домой, знаете, у меня такое, мне начало так трясти, и у меня пришла такая мысль, а чё ты бежала? У него был нож. Что бы ты могла ему сделать? Это здоровенный такой мужчина. Что бы ты могла ему сделать? И я спрашиваю Бога, Господи, почему ты вообще допустила это в моей жизни? Зачем мне нужно было это переживать? И тут мысль мне идёт. Но ты когда шла на группу, ты же просила, чтобы я тебе показал любовь, за которую ты могла бы, которая душу отдаёт за ближних своих. И, знаете, я как бы пришла в себя и думаю, точно, я же просила показать Бога, насколько у меня может быть этой любви, чтобы положить жизнь за ближнего своего. Но это любовь нечеловеческая, братья и сёстры. Эта любовь, которую даёт Бог, она неземная вообще. Когда люди сходятся в семью, мы же понимаем, что не будет всё красиво. Правда? Мы это понимаем, и мы согласны на жертву. Любовь — это жертва. Когда Бог пришёл в этот мир, и написано в Священном Писании, что Господь настолько нас возлюбил, сделал всё для того, чтобы у каждого из нас была эта совершенная любовь заложена. Что Он для этого сделал? Он прислал своего Сына, потому что это полнота любви пришла к нам. Он прошёл жизнь вместо нас. Он настолько полюбил, что даже, я даже иногда думаю, ну как ты, святой, мог жить среди таких грешников, как мы? Ну как это можно было жить? Если мы друг друга в другой раз не можем выдержать, если мы не соглашаемся, и мы считаем, обсуждаем друг друга, да, и думаем, как Он мог так поступить, как Он мог это сказать, понимаете, мы не выдерживаем. А это святой Сын Божий пришёл на землю и жил среди грешного народа. И достиг, дал нам эту любовь совершенную. Эта любовь совершенная, она у каждого из нас есть. Просто она на разной стадии. Потому что, получив Святого Духа, ты не можешь не иметь этой любви. Просто любовь — это росток, который нужно взращивать. И совершенную любовь нужно взращивать. Прежде чем что-то сказать, сделать какой-то плохой поступок, от которого кому-то будет плохо, просто продумай. Когда я это сделаю, что же будет, будто бы я это сделал, перепрыгни эту ситуацию и подумай, а какой будет результат моего поступка для человека, для семьи, на моих отношениях, например, с детьми, для моих отношений в церкви. Вот я фыркну в церкви, да, вот что-то не так там, мне не понравилось. Пусть все видят, что мне не понравилось. И ты не понимаешь, как это отразилось на всей семье. Какая это боль и какие это переживания. Но это школа. И знаете, я не говорю, что этого уже завтра ни в ком не будет. Это будет. Но очень хотелось бы, чтобы мы взращивали этот росток, потому что в этом ростке очень большая сила сокрыта. Чтобы в эту церковь шли люди, то на ней должна быть невидимая надпись. Вот там уже только люди будут проезжать мимо церкви и мимо дома молитвы, чтобы люди говорили, господи, слушай, это какое-то необычайное место. А люди здесь вообще необычайные. Здесь даже само место, оно как-то дышит по-другому. Оно наделяет тебя такой любовью, а ты хочешь сюда прийти. Но когда будет это место таким, братья и сестры, когда вот в этом зале будет хотеться людям остаться навсегда? И вот с этой небесной семьей, с этой репетицией на земле, потому что мы репетируем на земле, как нам жить на небе. Это школа. И хочу ли я быть с моим братом-сестрой на небе? А у меня никто не будет спрашивать, кому там быть на небе, потому что это не я решаю. Моя задача на земле позволить Духу Святому преобразить меня настолько, чтобы я мог вжиться со всеми. Чтобы я мог любить независимо от того, что мне нравится в человека, а что мне не нравится. Знаешь, когда набираешь команду, вот когда, например, в служении, ты набираешь команду, тебе нужны люди, которые будут служить, которые будут делать работу, потому что я отвечала за 8 лет за лидерское служение следопытское на Украине и на юге. И ты вот подбираешь команду. Я пришла, команды не было, потому что так эта ситуация сложилась. И ты думаешь, тот тебе подходит в каком смысле? Не в характере, не в настроении, не в вере, ни в чем. Он тебе как специалист нужен? А он мне нужен как специалист. Вот мне говорят, ну он такой сложный. Ну и что? Ну он специалист хороший. Если он сложный, и если он хороший специалист, то я думаю, мы как-то будем варьировать между тем и этим. Я вам хочу сказать, что Бог нам создал такую мощную команду, что мы до сих пор остались как одна семья. Как одна семья. И если бы, ну, часть маленькой команды, мы уже, она тут присутствует, да. Но если бы можно было, чтобы привести всю команду, с которой мы работали на Украине, поверьте, это была мощная команда. Я ни за что не переживала. И я понимала, что если эти люди сказали, мы сделаем, то они это сделают. У нас не было такого, я не хочу, я не могу, я не буду. У нас было одно. Надо. И если это надо, то мы будем спать в палатке с детьми. Мы будем дежурить всю ночь, чтобы у них было все хорошо. Если это надо. Для того, чтобы сохранить детей, для Царствия Божия, для того, чтобы церковь сохранить. То есть, когда ты приходишь в церковь, ты должен понимать, ты пришел отдать. Ты пришел не взять. Потому что любовь, она до того совершенства в нас достигла, что мы не можем брать. Мы способны только отдавать. Потому что наш учитель Иисус Христос, которого мы приняли в свое сердце, который руководит нашей жизнью, друзья мои. Потому что написано, в любви совершенная, она почему нам нужна совершенная любовь? Чтобы ничего не бояться. Потому что написано 1 Иоанна 4,18, что в любви нет страха. Потому что совершенная любовь, она просто отгоняет страх. Почему верующий человек не должен бояться ничего? Почему не должен бояться? Потому что если в нем совершенная любовь, она достигает той кульминации, когда ты просто любишь Бога. И если даже плоть говорит страшно, то Дух говорит, иди. И ты идешь. И еще никогда не было проигрыша. Ничего не было проигрыша. В конце хочу сказать, дорогие мои, каждый должен паранозировать себя. Никто ни за кого не может сказать. Никто не знает, какие у вас отношения с Богом. Никто. Кроме вас самих. Потому что если ты любишь, то ты не задаешь вопрос, идти мне в субботу в собрание или не идти. Читать мне Библию и не читать. Молиться или не молиться. Если мне церковь поручает какое-то служение, я вам честно скажу, такой момент скажу вам, что я приехала сюда с Теннесси, у меня там был очень случай такой, может быть, расскажу когда-то. Мы встретились с Богом очень тесно, лицом к лицу. То, что уже как бы в связи с этими событиями, вот эта суета, вот этот накал, это была такая встреча, знаете, на свободе, на замечательной природе. И когда я ему сказала, Господи, я могу еще служить Тебе. Я хочу Тебе служить. Все, что Ты скажешь, я сделаю. Все, что поверишь мне делать, я буду делать. И он мне говорит, поедешь в Калифорнию. А я ему говорю, я не хочу. А потом говорю, Боже, я не хочу. Потому что это новые люди, это новое место, это надо опять ко всему привыкать. Но если ты хочешь, и если я там нужна буду для твоего дела, я поеду. Ну, пожалуйста, сделай, чтобы мое сердце и мой разум с этим согласился. Потому что сейчас я не соглашаюсь. Я не хочу этого делать. Но я знаю, что Ты можешь мое сердце поменять. Ты можешь мои мысли поменять и поменять мои желания. Богу надо было 4 месяца. Да почти 5. Чтобы поменять мое сердце и согласиться с тем, что надо будет опять переехать. И знаете, что я Вам скажу? Нет. Больше радости, чем служить Богу. Ну, просто нет. Нет. Высшего просто не существует в жизни человека на земле, чем служить Богу. Избирают тебя на детское служение. Боже мой, это же счастье. Вы понимаете, тебе церковь доверяет детей. Самое ценное, что у них есть. Доверяет тебе женское служение. О, женщины. Тебе доверяют женщин. Значит, ты какой-то авторитет имеет церковь на тебя рассчитывать. Доверяет тебе дьяконское служение. Боже мой, тебе доверяют смотреть за порядком дисциплины церкви. Тебе. Значит, тебя считают кем? Ну, каким-то дисциплинированным человеком, аккуратным человеком, который может это делать. И ты благодаришь Бога и говоришь, тебе доверяют аппаратуру дорогостоящую. И Бог говорит, да, ты будешь это делать, потому что я знаю тебе это, заложил тебе это все. И так почему же мне это не делать, братья и сестры? Бог говорит, я в тебя вложу дух, который будет проповедовать и не умолкать. Ты будешь говорить, где бы ты ни был, потому что внутри тебя будет огонь. Это не огонь простой, это огонь Святого Духа. Друзья мои, костер, который разгорится и никогда не угаснет. Иисус на сегодня прежде взывает, в конце хочу зачитать вам 15 главу Евангелия Теана, получается, из 9 стиха. 15 глава, из 9 стиха. Давайте мы с вами почитаем. Восьмого давайте возьмем. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. В моей, Бог говорит, в любви. Не в своей, не в разделенной на четыре части. Он говорит, в моей полной любви. Если заповеди мои соблюдаете, прибудьте в любви моей, как и я соблю в заповеди Отца моего и пребывай в его любви. И дальше написано так. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, а вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. И дальше. Вот такую заповедь величайшую оставил нам Бог на земле. Любите. Но я хочу еще раз сказать, никогда не делите любовь на четыре части. Божья любовь, она неделима. И в семье, и в церкви, и с друзьями. Она одноцельная. Из этой большой любви вытекает благословение, вытекает радость от общения, вытекает прощение и любовь, которая покрывает множество грехов. Да благословит нас все Господь на эту божественную и совершенную любовь. Аминь. Приглашаю вас к молитве, пожалуйста. Может кто-то желает помолиться, вы можете это сделать. Дорогой наш Небесный Отец, мы так рады за то, что ты нам, за тебе за то, что ты нам отдал своего сына. Господи, потом ты дал Святого Духа. ты оставил нам Священное Писание. Ты, в общем, все нам дал для того, чтобы нам иметь совершенную любовь. И эта совершенная любовь помоги, чтобы она достигала настолько в нас, чтобы она могла покрыть недостатки каждого из нас, чтобы наши уста произносили только благословение друг для друга, независимо от того, слушает нас кто-то или не слушает, потому что ты слушаешь нас всегда и везде, и твои ангелы. Ведь наши ангелы на небе-то встречаются, любят друг друга, уважают друг друга. И как им неприятно, когда между нами нет этой любви. Поэтому помоги нам так любить, чтобы мы могли положить друг за друга душу свою. Во имя Иисуса все просили. Аминь. Продолжение следует...